Казалось бы, что проще соблюдать правила дорожного движения – разметка, знаки, светофоры. И тем не менее, пешеходы игнорируют переходы, водители не пропускают пешеходов. Но опасна не только проезжая часть. Недавнее трагическое происшествие в одном из городов Подмосковья показало – автостоянки у больших магазинов – место, требующее особого внимания. Мы хотим еще раз напомнить родителям о том, что нельзя детей маленьких оставлять без присмотра, рядом с автомашинной стоянкой. Потому что были случаи в Московской области, когда маленькие детишки, выходя из автомобиля, были в это время сами себе предоставлены, родители не смотрели за безопасностью детей. И, к сожалению, у нас четырехлетний ребеночек в Московской области погиб на парковочной стоянке. Сейчас, накануне начала учебного года, родители приезжают с детьми в торговые центры, чтобы купить все необходимое к школе. Сотрудники госавтоинспекции призывают быть особо внимательными при посадке и высадке из автомобиля детей. Ну и, конечно же, напоминают школьникам о правилах поведения на пешеходных переходах. Знаешь, как ведут тебя пешеходные проезжающие? Да. Знаешь? А расскажи мне, пожалуйста. Нельзя играть в мяч на дороге. Правильно. Нужно? Бегать нельзя. Надо вначале посмотреть направо, потом налево. Налево, направо, да? Третьеклассник Витя мини-экзамен по правилам дорожного движения сдал на отлично, за что и был награжден подарками от ГИБДД. Напоминания постоянно. Перед тем, как идем в школу, вместе идем, дорогу переходим там не одну. На светофорах даже горит зеленый, но надо убедиться, что не спеша едет машина. Постоянно на зеленый светофор едет машина со скоростью. Я постоянно за руку держу. Загорелся зеленый, мы всегда подождем лучше еще. Всех, кого в этот день проэкзаменовали сотрудники ГИБДД, показали уверенные знания. Но главное, чтобы эти знания ребята применяли в жизни. Совместно с госавтоинспекцией в мероприятии принимал участие Красный Крест. Подмосковья в лице Анны Потапкиной, которая убеждена в необходимости такой работы. Статистики мы изучаем. У нас по сравнению с 2012 годом ДТП с участием детей было 13. То в 2014 было съемь. Рядом другие инспекторы работали с водителями-нарушителями. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова